Территорию в Постниковом овраге недалеко от кольца трамвайных путей приводит в порядок. В будущем здесь планируют посадить деревья, разбить цветники. Сейчас все работы ведет строительная компания за свой счет, чтобы облагородить участок. Это вы сами за свой счет делаете? За свой счет, да, Елена Владимировна. Мы решили привить активную позицию. Спасибо огромное. А предложения какие по этой территории? Предложения продолжить благоустройство, допустим, озеленение, потому что газон достаточно пусто выглядит, так скажем. И если есть такая возможность, рассмотреть ее как бы закрепление за специализированной организацией. А она сейчас за вами? Она сейчас, да, она фактически неразмежованная. То есть мы ее как общественное пространство на голосование выносили, но фактически она обслуживается нашим МБУ. Глава города Елена Лапушкина осмотрела два пустующих участка и предложила местным жителям поучаствовать в областном проекте содействия, чтобы благоустроить территорию. А вот на пятой просеке жители уже сами готовы вложиться в благоустройство сквера, чтобы организовать место для комфортного досуга и даже разработали проект. Я являюсь индивидуальным предпринимателем. И конкретно мы с моей супругой внесли миллион рублей для того, чтобы сделать благоустроить этот сквер. Он не будет закрытый. Я не хочу эту землю в свою собственность. Всего лишь я навсего хочу, как человек, который увлечен своим делом, это чтобы у детей было нормальное место гулять. Не только у моих, а у всех жителей района. Однако против выступили соседи, которые не хотят под окнами детскую площадку. Инициаторы проекта благоустройства рассказывают, что большинство жителей соседних домов проголосовали за детскую площадку, а соседи уверяют, что ничего не знали о проекте. Глава города призвала жильцов все же прийти к общему решению. А тем временем жильцы 22-го дома на Новосадовой радуются благоустройству двора. Территорию привели в порядок по программе «Комфортная городская среда». Но дополнительно жильцы вложились и сами, чтобы благоустроить дорожки к подъездам. То есть мы делаем только прямой вход, а уже управляющие компании подходы к подъезду. А, то есть вот это вы делаете? Вот эту часть, да. Вот где мы сейчас с вами идем, это мы. А вот это уже... Примыкание-то хорошо сделано. А это все делал один подрядчик. Мы сразу же вышли к этому подрядчику, предложили о том, что мы готовы заключить договор и комплексно все это сразу сделать. Он на это согласился и, соответственно, мы сделали. Ну отлично вообще, прям отлично. Теперь надолго вам этого хватит. После объезда территорий глава города провела семинар с активом Советов многоквартирных домов Октябрьского района в рамках проекта «Мой дом». Напомним, региональный проект продолжает помогать жителям в решении актуальных вопросов в сфере ЖКХ. Он создан по инициативе губернатора и секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрия Азарова. Главная задача – повысить правовую грамотность актива многоквартирных домов. Потому выбрали формат обучающих выездных семинаров. За два года организовали более двухсот таких встреч. В них приняли участие порядка семи тысяч активистов. Проект получил очень серьезное развитие. И, конечно, в рамках этого проекта возникает масса вопросов. Появляется новое законодательство, появляются новости, которые мы бы очень хотели вам сегодня рассказать и донести. В помощь председателям МКД запустили ресурсные центры, где ведут работу по приему жителей и консультированию госжилинспекции. О них рассказала координатор проекта «Мой дом» Ирина Качуева. Два раза в неделю там будет производиться консультирование всех активистов. Также, и мы уже найдем договоренность с государственной жилищной инспекцией, раз в месяц прием будет вестись. Именно в том числе и жилищная инспекция. И если мы понимаем с вами, коллеги, что у вас есть какие-то проблемные управляющие организации, и не идут они на контакт, не слышат активистов, не хотят работать вместе со старшим по домам, мы будем их приглашать в эти же ресурсные центры, чтобы те проблемы, которые есть на домах, мы решили удовлетворению жителей. А современная удобная платформа ГИС ЖКХ, о которой рассказала руководитель областной госжилинспекции Виктория Каткова, обеспечит простой доступ к широкому перечню данных и сделает сферу жилищно-коммунального хозяйства понятной и доступной. На семинаре присутствовали и руководители профильных департаментов администрации города, представители ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций, которым жители района тоже смогли задать вопросы в индивидуальном порядке после окончания встречи. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов, Сергей Баскин. События.